МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня гость студии Леонид Еремин, министр культуры Республики Хакасия. Леонид Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Леонид Валентинович, расскажите, пожалуйста, насколько важна, на ваш взгляд, поправка в статью 69 Конституции, в которой говорится, я процитирую, «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантируя сохранение этнокультурного и языкового многообразия». Вот такая сложная формулировка. Скажите, мы же и сегодня работаем в этом направлении, причем очень активно. Ну да, учитывая, что кроме, собственно, заявленной поправки, уже как бы есть и прописаны в Конституции другие права граждан. Но сама по себе поправка во многом носит пионерный характер для нашей страны. Ничего подобного ни в одной из Конституций, ни в одних из прежних документов, так сказать, устанавливающих что бы то ни было, у нас не было. Так получилось, что особенностью России исторических является ее многообразие локальных культур. У нас их тысячи. И это в какой-то мере наш капитал. И очень хорошо, что в Конституции четко совершенно прописаны гарантии к сохранению языкового и культурного разнообразия. С моей точки зрения, это не декларация, поскольку данная статья четко сопрягается с предыдущей, 68-й, где внятно заявлено, что культура – это уникальное достояние многонационального народа России. И соответствующие гарантии сохранности этой культуры тоже прописаны. Так что здесь, с моей точки зрения, во всяком случае, для нашей национальной республики эти поправки очень-очень важны, поскольку позволяют вписаться в единую и общую стратегию, ориентированную на сохранение нашего культурного многообразия. Поскольку у нас так получилось, что, собственно, каким образом формируется это культурное многообразие, страна очень большая, культура развивается в контексте всегда конкретной экологической и исторической обстановки и представляет собой своеобразный рецепт правильной жизни на конкретной территории, как физической жизни, так и духовной. И здесь вот эта огромная многокомпонентная формула под названием, собственно, российская многонациональная культура, наконец-то получает подтверждение на правовом уровне к тому, что она важна. Так что здесь, конечно же, все заслуги и, в общем-то, достижения наших предков, выраженные в сфере культуры, получают внятную законодательную защиту. И вы совершенно правы, действительно, у нас в части сохранения многообразия наших уже региональных культур народов республики Хакасия делается очень много. И здесь, конечно же, в сфере культуры это и различные мероприятия, в том числе и массовые праздники, ориентированные на сохранение национальных культур, не только хакасской, не только русской, но практически всех народов, проживающих на территории Хакасии. Вы уже сказали о достижениях наших предков. Я знаю, что вот и подтвердили это в Хакасии, очень много ведется работы на том, чтобы эти достижения, чтобы культуру тех людей, которые жили раньше на территории нашей небольшой, на такой богатой национальной республике, сохранить. Но сейчас, к сожалению, эпидемия. И вот про те массовые праздники, про которые вы говорите, да, сегодня их невозможно. Но я знаю, что жизнь культурная в республике не остановилась совсем. Она, нельзя, конечно, сказать, что кипит, бурлит фонтаном, но тем не менее осталась такой же яркой и фееричной. Сложно было перестроиться, сложно было уйти на другой формат. И сколько мы потеряли, если возможно это оценить? Ну, пока еще рано, с моей точки зрения, оценивать, потому что у нас процесс не закончился. Ну, действительно, у нас, ну, если взять просто тему, допустим, того, что у нас 20-й год объемным годом памяти и славы, для понимания, нами было запланировано, я имею в виду всеми муниципалитетами, всеми учреждениями культуры республиканскими и так далее, в общей сложности, более 1700 мероприятий за год. Из них получили воплощение, ну, вот на 9 мая, там, порядка 300 в итоге, в основном в онлайн-режиме, то есть уже понятно, да, о чем идет речь. Ну, действительно, потребовалось немного времени, чтобы перестроиться, но это немного только касается технической части. Вот, действительно, у нас театры стали записывать те или иные, там, сюжеты, спектакли какие-то, творческие, так сказать, акции реализовывать, соответственно, там, Центр культуры, у них свои интереснейшие мероприятия, прекрасные выставки онлайн, там, проводили и музеи, и даже архив у нас, соответственно, в этом смысле очень активен. Вот, библиотеки, пожалуй, наверное, не уступают всем остальным, если не обгоняют где-то в чем-то. С другой стороны, очевидно, что мы совершенно не готовы к этой ситуации с точки зрения и технической оснащенности, и наличия кадров, которые умеют работать в сфере цифровых технологий. У нас в культуре их просто нет, как таковых. И эта проблема, которую нужно уже сейчас, сегодня начинать решать, вне зависимости от того, как у нас пойдет ли эпидемия на спад или не пойдет, уже в этом смысле и в этом вопросе большого значения имеет. Так что, да, действительно, у нас потребовалось около 10 дней, чтобы полностью перестроить, ну, после того, как 18 марта было принято решение о самоизоляции и о приостановке деятельности, чтобы перестроить работу учреждений. Очевидно, что культура ориентирована на то, чтобы работать с живой аудиторией, и практически вот в этот период нас первых, можно сказать, закрыли, и, видимо, последних откроют. Конечно, и в финансовом смысле мы изрядно страдаем, потому что, несмотря на то, что культура относится к системе учреждений нон-профит, то есть некоммерческих, все-таки определенные, так сказать, заработки у нас всегда были, и часть, конечно же, наших расходов сейчас, что называется, подвисли. Но, тем не менее, для нас это реальный такой вызов, с которым пока и весь корпус руководителей республиканских учреждений и наши муниципалитеты справляются. Я от имени всех и телезрителей, и, ну, больше тех, кто наблюдает ваших коллег в интернете, очень прошу этот формат на будущее сохранить, потому что, на самом деле, не всегда хватает времени, да, прийти в театр, послушать где-то какой-то концерт, а сегодня мы имеем много уникальных возможностей. Но, к сожалению, впереди, например, у нас Тумпайрам, очень яркий, масштабный, большой должен был быть праздник, на котором многие жители республики всегда находили для себя что-то новое, несмотря на то, что так много мы знаем уже о культуре хакасов, да, и, казалось бы, ежегодно что-то новое невозможно там увидеть, но, тем не менее, организаторы удивляли нас каждый раз. В этом году мы не сможем также встретиться на Сагайской поляне, но встретимся в интернете, вот в этой плоскости продолжим разговор. Расскажите, пожалуйста, Леонид Валентинович, как идет подготовка? Сразу замечу, что о культуре хакасов мы знаем очень мало, и действительно ресурсов для того, чтобы через сто лет что-то новое открыть. Переоценивать, да? Да, конечно, у нас достаточно. Во-вторых, хочу поздравить всю нашу зрительскую аудиторию. Несколько дней назад, в частности, 21 июня, значит, у нас произошло знаменательное событие, исполнилось ровно 40 лет со дня начала нашего Тумпайрама, который состоялся 21 июня 1980 года. И мне довелось записать интервью с одним из его создателей, с доктором исторических наук, профессором Виктори Акальевичем Путанаемым. Надеюсь, в ближайшее время это интервью появится у нас и на Культурхакасе онлайн на нашем, так сказать, канале, и на канале Центра культуры. Что касается вопроса напрямую, заданного вами, Да, действительно, к сожалению, вот этот юбилейный по годам Тумпайрам у нас не состоялся, хотя очень серьезная работа была проведена, разработана новая концепция, масса интересных было идей у нас заявлено. Но все они в Туне не пропадут. У нас следующий год, 2021 юбилейный для республики Хакасия, 30 лет нашей любимой республики. И, значит, я уже обратился к главе региона с просьбой к тому, чтобы мы могли запланировать Тумпайрам на 2021 год, когда как раз-таки будет возможность реализовать многие из нынешних задумок. Ну, а сейчас мы ушли в режим онлайн. Три у нас, действительно, акции уже заявлены. Одна из них связана с традиционной кухней этнической. Еще одна называется «Сувениры Хакасии» и «Национальный костюм». Ну, кроме того, там, соответственно, готовится и у нас к 26 числу, а это как бы время, когда основная часть мероприятий в онлайн-режиме будет запущена Центром культуры, народного творчества, филармонии и так далее. К 26 числу должен выйти фильм и концерт подготовлен Центром культуры. Так что в этом смысле мы не обойдем вниманием Тумпайрам. Другое дело, что сам по себе праздник важен как раз-таки вот этим самой атмосферой и духом, которого никакая цифра и никакое информационное, так сказать, пространство обеспечит не в состоянии. Но здесь мы попробуем реализовать еще очень важное направление из того, что мы можем сделать. Это, конечно же, постараться максимально информировать общественность. Поэтому Тумпайрам у нас даже в режиме онлайн 26 числом не ограничится. И в течение практически всего летнего периода у нас будут выходить выпуски, связанные с темой национальных культур и историей Тумпайрама. Мы постараемся объяснить, что, в общем-то, Тумпайрам – это одно из достижений нашей современной культуры, нашего региона, в том числе и нашей республики. Я думаю, что будет очень и очень интересно. Материал готовится любопытно. – Леонид Валентинович, Вы уже сказали о том, что подготовка стартовала и к празднованию Дня Республики. Расскажите немного, что смогут жители Хакасии, опять же, наверное, в онлайн, почерпнуть для себя какую информацию, либо что-то интересное увидеть. – Видите, в чем дело. Да, действительно, у нас пока обстановка не позволяет активно, так сказать, собираться на Первомайской площади, как обычно, на концерт или еще где-то. Поэтому на сегодняшний день у нас идет серьезная подготовка, в том числе, кстати, и с Вашими коллегами по формированию репертуара праздничного концерта. Филармония не может проводить, конечно, репетиции, но это происходит в индивидуальном порядке, когда отзываются за запусков солисты филармонии и записывают довольно интересные и, с моей точки зрения, очень талантливо исполненные вещи, которыми будет возможность в День Республики 3 июля насладиться нашей зрительской аудиторией. Пока, дорогие друзья, именно вот так, пока онлайн. Наша задача, насколько я понимаю, в первую очередь, сохранить самих себя и собственное здоровье. – Для того, чтобы в будущем году встретиться массово, масштабно, да, и на юбилей Республики. И это будет все-таки не юбилейный Тун-Парам, но, я думаю, что наиболее яркий праздник. – Ну, это будет юбилейный Тун-Парам, а уже в юбилей Республики, действительно. – Да. Сегодня 24 июня, день особенный для нашей страны, вот, опять же, возвращаясь к теме пандемии, мы никуда от нее сегодня не можем отойти, к сожалению, хотя говорим о культуре, да, вот, казалось бы. Так, но тем не менее. И сегодня мы празднуем такой особенный для нас день, отмечаем, наверное, да, такой особенный для всей нашей страны день, который должны были, как Вы говорили, отметить 9 мая, и к нему было столько проведено подготовительных работ. Вот, как к сегодняшнему дню готовились, вот, на Ваш взгляд, каковы результаты, каковы достижения, вот, на подходе к этому дню? – Ну, не так давно у нас состоялось заседание Ургомитета Победы, вглаз, значит, представительного правительства Республики Акаси Валентином Ильичем Коноваловым. И, собственно, мы свели воедино общую программу празднования 24-го числа, и, в общем-то, основная часть, конечно же, мероприятия пройдет в режиме онлайн, но в ряде муниципалитетов будут автопробеги. Ну, понятно, что это не те самые многочисленные колонны машин, это будут, собственно, ретро, там, либо оформленные, стилизованные машины, соответственно, с записанной там музыкой. Это будут, конечно же, мероприятия, связанные с темой концертов, это будет огромное количество различных акций, вот, флешмобов. Ну, в общем-то, довольно насыщенно у нас пройдет 24-е число, и завершится оно, соответственно, праздничным салютом. Поэтому, действительно, день для нас значимый. У нас не случайно так совпало, что этот год стал годом памяти и славы, и для нас, собственно, праздники, связанные с чествованием победителей в той кровавой битве, вот, праздники, ориентированные на укрепление памяти, патриотизма, начались задолго до 9 мая и продолжатся в течение всего года. Ну, в частности, мы постараемся, если все будет в порядке, приурочить, допустим, открытие зала боевой славы в нашем Кривическом музее к, соответственно, 26-му уже июля, вот, как раз-то, когда у нас планируется акция «Бессмертный полк». Я хочу поздравить всех зрителей с этим знаменательным днем и пожелать всего самого-самого наилучшего. Главное – беречь себя. Ну что ж, позвольте мне в ответ сказать вам спасибо, Леонид Валентинович, что вы сегодня пришли к нам в программу, и, конечно же, пожелать крепкого здоровья вам и вашим коллегам, чтобы вы продолжали нас радовать. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню, вы смотрели программу «Вопросы дня». Всего доброго. Увидимся на канале РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова